Работает YouTube. В данном магазине продается просроченное питание. Прошу всех выйти из магазина. Не пробивайте товар. Весь товар просроченный. Сейчас мы его снимем. Да, да. Агушечка. До 25 декабря. До 25. Где? Я не вижу. 19.3. Это что? Это статья. Это не время. Правильно? Это моя статья. Собираете сколько? Агушек-то все, что ли? Нет, подожди. До 25. Детское питание. Рыбка. Вон. До 12 ноября. У меня вообще не надо в товар. Мне просто... Не надо Володеньку пробивать, пожалуйста. Не надо пробивать Володеньку. Он не такой. Нужно пробить товар. Бездатая. Вся продукция у Дикси бездатная. Все. Сейчас ждем. Среди администрации участкового. Сейчас все будем снимать. Хорошо? Да, хорошо. Большое спасибо. Аккуратней. Проходите туда. Да, не мешайте покупателям, пожалуйста. Ну, пойдем на другую кассу, действительно. Вова, а ты сам пробей. А дайте включите кассу, я сам пробью, если вы не умеете. Больше ничего не хотите? Да нет. Позовите кого-нибудь в центральном офисе. Пусть вы не разбитой, а буду бегать с кассой на кассу, что ли? Совершенно верно. А где полиция? Полиция, она, к сожалению, на защите прав граждан стоит, а не на защите прав нарушителей, которые торгуют просроченным питанием. Нет, вы нарушитель. Мы граждане обманутые, а вы нарушитель. Я вообще ничего не нарушаю. Вы еще не доказали, что я не желаю. Как-то не доказали. А давайте вам докажем, давайте в прямом эфире докажем. Вот это вот. От какого числа? Фу, блин, какая же мерзость. И это я не права сейчас. Оно, правда, реально близкое. Хорошо, отойдите, дайте мне чек, я вам заверну деньги. А, то есть уже верняете, да, на карточку? На карточку мне. За мной просили не занимать. Да, это прошли. Сказали, что сегодня больше никого обслуживать не будем. Мы продаем только некачественные и несвежие продукты, поэтому если только за ними пришли, то, конечно, вас обслужим. Я боюсь просто за детей, то, что вы приобретете какой-нибудь товар ненадлежащего качества, и они отравятся. Мне не хотелось бы этого быть. Хочешь конфетку? Не очень. Я не тебе. Это что, все просрочно? Да, это вторая тележечка уже. Так что крайне... Это не все проверено просто. Пускай на полочках будет. Слушай, граждане должны быть более ответственны и... Сами сдавать их в родную полицию, а не просто брать просроченный продукт и класть его обратно на полку, когда обнаруживают это. Хотелось бы, чтобы почаще сообщали об этом. Ну, что это у нас такое? Это вскрытый. Возьмем себе на память. Че, тоже? Ой, какой он отвратительный. Тоже возьмем себе. Так что, случайно вам не досталось, а то еще отравитесь. Вы не кладите товар, однако. Я как-нибудь уж разберусь. У меня хватит высших образований. Вот так. Это я здесь буду пробивать, если вдруг, а это здесь. Вот когда будете пробивать, куда и стоит. А вы нам, не препятствуйте нам, пожалуйста, нашей законной процедуре покупки, приобретения новогодних подарков для семьи, для родных. Не трогайте, говорю. Вы испортите упаковку. Я хочу, чтобы товар был в том виде, в котором я взял на полках. Я не занимаюсь, потому что касса не работает. Касса не работает? Да. А с чего вдруг? Какая причина? Без причины. Без причины. Они не хулигаются. У меня ни одной статьи нет за хулиганку. А то, что, как сказал сам продавец, не доказано, не было. Согласны? Согласны. Ну, дорогой мой человек, когда вы перестанете нарушать, обслужите клиента, не закрывайтесь кирпичами от нас. Что вас кирпичами обложили? Откройте, откройте. Граждане должны быть обслужены. Касса не работает. А вторая? Для вас никакого. Для нас. 06-10. А, ну, я поэтому хочу купить. Я нашел свежую. Нет, 06-10. Я нашел свежую. Давай, я обслужу, пожалуйста, покупатель. У нас как раз осталось. Подождите, но я как раз нашел кое-что свежее. Вы мне даже свежее отказались продавлять. Это было нелегко. Да знаете, как сложно найти свежий продукт, качественный, в Дикси. Очень сложно. Конфетов полгода. В цирке я уже был, меня выгнали за непристойное поведение с тиграми. А сколько вам лет? А может вам еще паспорт? А, да, действительно, давайте. Я согласен. Ну, предъявите паспорт, пожалуйста, к осмотру. Ой. Ну, давайте, паспорт у вас с собой. Девушка, девушка, паспорт предъявите, пожалуйста. Я не девушка вам. Она же бабушка. Так и не на всем это. Бабушка. И так себя ведете? Да. А вы вот своим детям покупаете просрочные продукты в Дикси? Да. Зум покупает и своим детям просрочку, поэтому как бы считает это нормальным для всех. Ну, что поделаешь с ними? Если это так. В крови у вас это или вы научились? Нет, это мсти или это навык привитой жизни? Ну, продавать просрочку, травить людей. Это как бы у вас вообще случайно или специально? Вдруг случайно, вдруг вы прошляпили вот эти протегорности, я не знаю. Сарапанное радио отключилось. Я бы сказал армянское, но обижается она, словно, армянское. Я не обижаюсь, мне до Армении, для меня, как с ним. Молодой человек, у вас есть право так со мной разговаривать? Покажите документы, на каком основании вы так со мной разговариваете. Сейчас, секундочку, покажу. Сейчас я покажу. Или не штанин. Паспорт, паспорт. А что, паспорт вам дает право со мной так разговаривать? Паспорт. Ну, у меня же есть... Свободу слова у нас есть в стране? Я вот гражданин данной страны. А вы, вы нарушитель, вы отказываете мне в моем праве на пищу. Я голодный стою. Я стою голодаю. Мне плохо, кружится голова от запаха вашего крабового мяса. Клоун, уважаемая профессия, в отличие от продавца Дикси. Просроченный у вас, да? Что? Просроченный товар у вас? Нет. Странно. Что странно? Что непросроченный. Как такое... Да. Конечно, да. Это с Дикси. Естественно, да. Ну, смотри, ценники не совпадают первые. Да? С ценники, да ладно. В основном, где там еще есть аналогичные голоды на срок годности. Так что читайте внимательно. Читайте. Потом довольте. Получайте знания. Да, это с вас. Да, открывайте. Мы просто в очереди ждем. Мы тут кричем. А почему, а при чем тут действительно покупатели? Ладно. Что за принципы-то? Принципы? А вот купите ребеночку что-нибудь из этой корзины. А что, там протукшись, да? Да, все. А микросорфцы. Ну, вот еще. Это третья корзина, там детское питание. Еще там. Ребят, у нас не просроченная. Можно нам этот? Нет, сначала просроченная. Тем более у вас есть дезинфицирующее средство у вас к тому же. У вас же дезинфицирующее средство. Честные люди. Айди, люди. Ну, ладно, давайте вы первые, а я за вами. Так уж и быть. А у тебя косы-то вообще? А вон там какая-то одна работа, сейчас мы в нее и встанем. Я вот думаю, кого последнего пропустить, а потом мы уже займем. А часто вы тут травитесь? Ну, слушай, только молоком иногда, но я думаю, что это не виноват. Ну, я как правило смотрю. Ну, вот смотрите, например, да, вот тут. Ну, это лучше не трогать. А, тут же апресень, да? Не, ну просто до 4 сентября оно хранится у нас 70 суток. А, ну да. Что ты, что-то еще... Плесень? Плесень. Помогай. Ну, и запашок тоже, я хочу сказать, такой, что... Ладно. А что, это тоже продукция, да? Все. И конфеты тоже. Конфетки тоже не рекомендуется приобретению. Да, к сожалению, вы за нами будете. Вы чувствуете правильно. Да, мы прямо тут встали, не дают. Вызвали полицию, они сейчас приезжают. Хорошо, а люди другие тут при чем? Полиция здесь где? Вам тоже дать? Я вам объясняю, они не дают кассирам работать. Да как, вот касса открыта, вот вторая касса, что вы начинаете-то? Да дайте людям бесплатно подарок на Новый год, да и все. Что вы их держите? Что вы не хотите бесплатно, дайте купить. Что вы теперь задерживаете или делаете? Сейчас на слово. Вот так же спросите. Вон девушка на кассу сейчас сяет. Нет, все, я всего две коробочки конфет куплю здесь и здесь и все, а это я готов подождать. Давайте, побыстрее, побыстрее. За вами око власти смотрит. Давайте, садитесь, я вас сейчас научу как. Давайте, садись. Смотрите, берете, берете, берете и там щелк, щелк, все работает, смотрите. Все щелкает, давайте. Давайте. Мы умеем. Уходите, уходите. Иди, 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 иди. Я вам объясняю, молодые люди не разрешают нам открыть. Я разрешаю, разрешаю, да, да. Ну так я первый встал, у нас в порядке очереди в сетке. У нас... Нет, а здесь что? А здесь... Нет, я займу так, который первый откроется. А, вот это, да. Нет, а они что, вы в отбористе их сдали, что ли? А вот такой уж магазин Дикси, извините. Могли бы посадить, пробить побыстрее, все. А почему вы с бета-кассой снимаете? Ну, это не я, это мой знакомый. Вот он, это его. А это мой... А мы все будем встанять? А, да, очередь такая дело, да, могут и не пустить. Если... Ну, очередь, очередь. В порядке живой очередь, живой. Я специально это делаю. Почему? Пускай вот... Пускай продадут... Так пускай продадут и все. Не, не нравится, как вы себе ведете. А то есть вам нравится есть просрочки? Нет, а при чем здесь? А большой причем. Не было просрочки, не было бы нас. Это у вас просрочки, что ли? Ладно. Нет, а вы думаете, может, пока не стояли? Я думаю, что просто... И детское питание просрочка. Если вы как бы хотите своих детей этим кормить, то, пожалуйста. Я смотрю себе. Большинство людей не хотят. Вот девушка, например, говорит, что внуков в своих просрочках кормят. И считает это нормально, и других будет кормить, говорит. Так, ну понятно. Тогда можно кушать, да? Что, пушим не было, да. Там вон какой-то разбор тоже идет. Глянь, что там полицейский с кем-то договаривается. С какой-то мадамы подозрительной. Я согласен. Вообще, они захотят пробивать. У вас там вот сейчас вывалится овощ из корзины. Вот он и упал. Вообще, мне... Уважительная причина просрочка. Вообще, неплохо магазин-то опечатать. На полках до сих пор много просроченных товара. Я предлагаю вам закрыть магазин, снять весь просроченный товар, извиниться перед покупателями обманутыми, рассказать им, что больше вы так делать не будете. И с радостью открыть после этого магазин... Почему вы увидите, что конфеты просроченные? Ну, продайте. Они не просроченные, кстати. Я вообще вас обслуживать не хочу. Вот видите, она меня не хочет. Потому что у нее ненависть есть к славянской внешности людям. Правильно вас понял? Вообще неправильно. А по какому признаку? Очкарика не любите? Ну, что, высоких не любите, там, низких? По какой социальной группе вы меня отнесли? Любить или не любить. А, вы сказали именно мне. Вы сказали, именно мне не продадите. Потому что вы ведете себя неправильно, неадекватно. А, вы доктор? Если вы купили просрочку, то вы ее должны покупать. Значит, вы это делаете специально. А специально мы не продаем. А, случайно продаете, а специально не продаете? А специально я не продаю. А, ну, понятно. Какая логика у вас замечательная. Даже вот собака, уши завяли у собаки даже. У меня у вас уже уши завяли, правда. Я согласен. Бедные, бедные животины. Да? Скажи, уши вянут, скажи, а такого? Возьмите ваши пакеты, зайдите сюда. Это вам было. Это вот отзыв вам поступил только что. А это второй отзыв. Правильно, да. Книжка пустая, нужно больше отзывов. Я предлагаю там отпечаток лап поставить в книге отзывов, предложение. Я бы вам с удовольствием вернула, но у меня нет такой технической возможности. Я вам могу вернуть наличными, я вам могу вернуть наличными, отмыванием, если наоборот. А как не на отмывание? Это в наличии. Заплатил карту, когда есть в наличии, вы что занимаетесь? Это наоборот, это дикси работает, наоборот. Я же, знаешь, я пришел, не вас обманывай, не бей, но немножечко-то надо соображать. А что ж вы обманываете-то, это... 159-е нарисовывается. Мошенничество! Часть 4, ОПГ. Да, ну я согласен, да. Не только вы законы знаем. Я вот рад, что у вас покупатели есть подкованные. Вот хотелось бы и продавцов тоже иметь подкованных. Вот закройте магазин, наберет дикси подкованных. Ну давайте мне ключики тогда, давайте. Вы предложили закрыть магазин, давайте. Младой человек, хватит, я вас очень прошу. Я не могу, я не могу перестать умничать. Я просто, ну вот, переполнен знаниями и хочу вам их донести. Дети по закону все делают. Да я по закону, давайте закроем магазин, чтобы вы не травили народ дальше, чтобы сейчас остановили. Сделайте паузу, перестаньте травить народ. А что продали все? А, много что? Пацанынка. Нет, я пускайчик не купил, а то я не смогу покупать. Колбасу взять. Детская, это тоже там много чего. Вон, посмотрите, вот, например, такого тоже много было. Что у нас там, вон, там таких полно. Да это класса, можно посмотреть, нормально ли? Ну, посмотри, ты же специалист. Вдруг вы меня отвлекаете. Чем я вас мало ввели? 20 января. Нормально? Нормально, это, наверное, нормально. А вот это как? Можно? А это не рекомендуется. Все-таки... Здоровье, как мальчик сказал, краситься надо. А! Надо рождается кагоречку, все это наливают. Может быть, может быть. Можно, да? Что, складываешь? Это Андрей Николаевич. Я жарничка. Так, есть, все просто хватит. Дни, это 12 января. А это просто хранятся здесь. Не знаю, что они тут хранятся. Без этого, без холодильника. Да. Угу. Угу. Единственное садо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok